В Запно-Казахстанской области начали строить дороги по новой технологии. Для того, чтобы удешевить стоимость, предлагается использовать песчаногравийную смесь и глину. Этих инертных материалов в нашем регионе достаточное количество. Также увеличивается срок эксплуатации дорог. Подробности новой технологии узнавали наши корреспонденты. Такую технологию уже много лет широко используют при строительстве дорог в Российской Федерации, Индонезии и Кыргызстане. Качество дорог при этом, по словам специалистов, не только не страдает, а наоборот, становится намного лучше. Пирог, который зависит от загруженности автодорог, может составлять от 20 до 30 сантиметров. И прослужит он порядка 30 лет. А покрытие дороги зависит от качества производимого асфальта. Ноу-хау при строительстве дорог, которые предлагает проектировщик Западно-Казахстанской области, имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, это экономит бюджетные средства на 30-40%. А во-вторых, время. Всего за 15 дней подрядная организация может уложить 1 километр дорог. Впервые в нашем регионе такую технологию применили в Уральске 4 года назад при строительстве участка дороги по улице Мельничной. В этом году по новой технологии уже сдан участок дороги в Оксае протяженностью 1 километр. И сейчас в районном центре Тескалинского района ведется реконструкция сразу 11 километров дорожного полотна без применения щебня. Суть технологии состоит в том, что основание дороги устраивается из цемента, глины, песчаногравийной смеси и вяжущего материала. Весь материал, который мы применяем по этой технологии, это местный, он вдоль реки Урал, на окраине города. Это у нас состав глины 20%, 80% ПГС, 0,05% цемента и 0,0% вот это жидкость ан. У нас щебень дорогой, ее подрядчики ждут с Актюбинск, когда придет. Если мы построим завод и будем масштабно выпускать эту продукцию, он на 50% будет дешевле. Тогда мы сделаем больше дорог. По словам подрядчика, новая технология помогает им ускорить темпы строительства. Основание дороги после его ресайклинга должно простоять 24 часа и можно приступать к укладке асфальта. На один квадратный метр дороги требуется всего 35 грамм вяжущей смеси. Ее приобретают у российских производителей, все остальные материалы местного производства. В этом году компания ТО Айдана в поселке Тоскала строит 4,5 километра дорог, куда потратит полторы тонны такой смеси. Основание становится твердым, даже больше, чем как на щебенье. И процедура, естественно, ускоряется и применяется. Это особенно нужно применять в тех районах, где вообще нет железной дороги. У нас много районов, в которых нет железной дороги. Там есть и глина, есть и гравий. Легко, допустим, и ускорить все улицы райцентра, поселки. Можно сделать отличный асфалт. Всего в этом году в Тоскалинском районе будет произведен ремонт порядка 20 километров дорог. По новой технологии разработано два проекта. Стоимость первого составляет 468 миллионов тенге. Стоимость второго – 366 миллионов тенге. Эту технологию в Российской Федерации начали применять в 2000 году. Недавно и наши специалисты узнали все тонкости этой технологии. И вот теперь в нашем районе строят по-новому автодороги. Основание очень твердое. Выдерживает 40-тонные КАМАЗы. Груженные и не проседает. Это говорит о его прочности и высоком качестве. Необходимо также отметить, что экономия средств бюджетных при применении такой технологии составляет 30-40%. К примеру, если на один километр дороги выделяется 100 миллионов тенге при применении привычной традиционной технологии щебнем. Если же убрать щебень и заменить его инертными материалами, появится возможность реконструировать за эти деньги не один километр, а почти полтора километров автодорог. В ближайшее время проектировщик намерен доказать эффективность этого ноу-хау главе региона, чтобы уже в следующем году приступить к масштабной работе. Юлия Мутылова, Тарас Кожимов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжейк.